Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я недавно спрашивала у вас, хотите ли вы какую-то парфюмерную косметичку или что-то типа того. Вы сказали, да, вам очень нравится. Спасибо большое, что смотрите мои видео, особенно про ароматы. Для меня это самый сложный тип видео, потому что каждый раз, как начинаешь описывать парфюм, очень не хватает прилагательных, и не знаешь, как выразить свои чувства. Но, судя по просмотрам, вы все равно смотрите, вам нравится. И, в общем, спасибо, спасибо, спасибо! Я сейчас снимала видео и фраше, и мне там пришел в подарок внеочередной парфюмчик, и я решила, почему бы и да, не добавить свою парфюмерную косметичку, два ароматика. Это соло-эликсир, у нас сейчас 12-15 градусов на улице, очень холодно, хочется чего-то теплого, и поэтому они будут очень уместны. Эти ароматы для меня медовые, они обволакивающие, сладкие, у них очень хорошая стойкость, поэтому я стараюсь использовать их только в холод. Летом они будут душить. Соло-эликсир классический, он помягче, да, это прям медово-древесный, такой вкусненький. Соло-эликсир, в нем вот эта древесность, она более резкая, более грубая, но медовые ноты присутствуют, они для меня схожи, и я люблю оба. Мне не понравился фиолетовый соло-эликсир, он очень резкий, он, многие писали, что пахнет типа вином, и да, он какой-то алкогольный, кисловатый, не мое, а вот эти два, прям моя прелесть, моя любовь. Я всегда в холода достаю свой любимый Black Opium Floral Shock, это типа парфюм, он обошелся мне чуть ли там в 6 тысяч вроде как, и я тогда была дурой, я купила в Золотом Яблоке этот аромат, и мне, по-моему, один пробничек дали всего в подарок. Проще всего заказывать именно на сайте, потому что, а там очень крутые подарки приходят, у меня был один заказ из Сен-Лоран, ссылку на него есть, не забуду, я оставлю прикрепленное в сообщениях, там он обошелся мне в 2200, и мне пришел Black Opium 2 штуки под 10 мл, который, в принципе, я купил весь мой заказ. В общем, берите на официальных сайтах, не в каких-либо магазинах, потому что у нас в России очень сильно жопятся на пробнике, прям нереально нужно выпрашивать, выбивать, и то не дадут. Вот, стойкость у него, написано парфюм, стойкость туалетной водички, поэтому, ну, как-то дороговато, вот скажу честно, а так мне пахнет чем-то таким лимонадно-сладким. Очень вкусный аромат, и мой самый любимый, наверное, из дорогих. Это, кстати, не первый флакончик, я первый раз 30 мл или 50 мл брала, я его закончила за зиму и взяла уже 90 мл. Дальше, неожиданно, любовь у меня проснулась к классическому лаку, я взяла пока 10 мл, пахнет тоже лимонадиком. Для меня вот эти ароматы чем-то даже схожи. Лак, лови, моя любовь, как обычно, лак классический, нравится большему количеству людей, там есть кислинка, и он попроще в этом плане. Ну, в смысле, что он не будет душить, надоедать, лови, многим может показаться навязчивым. Здесь заявлено клубничкой, и да, она тут есть, такой фруктовый ароматик, классный, я его очень-очень сильно люблю. Дальше рука тянется, прям нереально тянется к вот этой воде от Reflame. Лак, кстати, это Eivon, лак и лак лови. Есть еще лак Limitless, но он самый простой и самый такой незапоминающийся из тройки лаков женских. Love Tap, это что-то прям нереально вкусное, это какие-то сухофрукты засахаренные, многие так писали, и я прям соглашаюсь. Мне нравится стойкость, конечно, вообще печальная, часа два, наверное, я делаю 3-4 пшика, поэтому он очень быстро улетает, это скорее спрей. Я его покупала до 300 рублей, и это вот как раз-таки его цена, брать дороже не хочу, надеюсь, из каталогов не выведут. Как только он появится, рублей по 300, я куплю себе штук 5, я безумно его люблю, 50 миллилитров, классная упаковка, это все стекло. И, блин, Reflame по ароматам, это что-то с чем-то, многие сказали, что благодаря моим видео начали тоже знакомиться с ароматами Reflame, всем понравилось, я безумно рада, и рада, что не я одна начала по ним тащиться, у меня просто подруга собирала коллекцию Reflame, я на нее смотря тоже начала, и теперь еще многих из вас заразила, в общем, ну, я считаю, что Reflame очень имеет достойные ароматы, цена, конечно, кусается, но у них чуть ли не каждый каталог бывают скидки, там, 40-50%, поэтому можно купить по очень хорошим ценам, в общем, классный зимний сладкий аромат, на холод самое то, если бы, конечно, не стойкость, стойкость у него, ну, как у спрея, по сути, парфюмер у нас спрея для тела, почти аналогично с вот этим VIP Club Bali, я не знаю, по-моему, в каталоге, либо прошлом, либо даже этом, Reflame, он на хороших скидках, здесь уже пластик, он очень легкий, можно брать с собой, это прям фруктики, сладкий такой, компотный аромат, понравится почти всем, кто не против сладости в парфюмчиках, но это, по-моему, идет прям, да, парфюмированный спрей для тела, и здесь уже 75 мл, там у нас 50 мл, вот, дальше аромат, который мне нравится, я не знаю даже, как он читается, это Reflame, 10 мл, он сладкий, и он меня душит, меня прямо от него тошнит, хоть мне он и нравится, мне он нравится на всех, но, видимо, не на себе, я не знаю, мне очень обидно, потому что я даже 50 мл купила, скорее всего, буду перепродавать, где-нибудь на Авито выставлю, потому что, ну, вот эту миньку 10 мл я себе-то оставлю, может, когда-нибудь смогу его носить, мне нравятся эти миниатюры, здесь, наверное, не 10, даже 15 мл, а может 10, не знаю, ну, где фокус, ё-моё, вот, в общем, как-то мне обидно, я попробую его еще раз поносить, если меня опять от него будет тошнить, просто я им пользовалась, и реально я думала, что мне же так плохо-то весь день, и вот именно из-за этого аромата я его прилично так попользовала, прежде чем до меня дуру дошло, что это из-за него. Дальше мне подруга дарила несколько ароматиков, и здесь будут два из них, во-первых, это Арифлейм, Валера Голд, ну, Валер, который здесь, по сути, написано, наверное, что-нибудь сфокусируешь, товарищ? Нет, он бликует, поэтому он не захочет, в общем, это 50 мл, очень классная розочка, там есть серебристая, есть классическая розовенькая, и вот этот Голд, самый дорогой для меня аромат, сладкий, нравится моему мужу, это, ну, не так часто, он, в принципе, любит сладкие ароматы, но вот этот именно цветочный, цветочный сладкий, редко ему заходит, он больше по фруктовым, каким-то восточным, я осталась безумно довольна, и спасибо моей подруге, которая мне его подарила, очень-очень мне нравится, описать его сложно, лучше брать пробники, наверное, дальше Браккард, Браккард меня прям удивил, я не знаю, Франко Ферретти вроде называется вот эта линейка, во-первых, это огромный фалакон, здесь, наверное, 100 мл, тяжелый, а подруге он что-то не зашел, она подарила его мне, и из всей вот этой линейки Франко Ферретти мне нравится именно Джелата, он сладкий, он восточный, он с чем-то, наверное, схож даже с Лавтап, но здесь более грубая база, вообще Браккард ароматы я покупаю либо на Вайлберис, либо на Озоне, частично можно в Улыбке Радуги в Магнит Косметик взять, но там слишком маленький ассортимент, вот эти, по-моему, именно на Вайлберис выгоднее всего бывает брать, но тоже нужно следить за скидками, аромат крутой, стойкость часа 4, это просто замечательно, с учетом того, что стоит он там рублей, наверное, 400, плюс-минус 50 рублей, как у Рветти, и осталась я им довольна, рука к нему тянется, тем более в холода, у меня прям голос хрипит подряд, просто видео начала снимать, даже не отдохнула, аромат на дом, на дом у меня будет вот этот Микки Маус, тоже мне его подружка подарила, пахнет очень вкусно, я даже, блин, грушей какой-то вроде, такой, грушевой жвачкой, если, наверное, да, груша, арбуз, что-то прям супер сладенькое, стойкость минут 10-15, наверное, я брызгаю на волосы, 10-15 минут, это на волосах 100 миллилитров, цена 219 рублей обычно в каталогах, но, если честно, своих денег не стоит 100 рублей цена, ей-богу, а дальше моя новинка, это Ispire Impress, мне его тоже подруга подарила, но я еще себе купила один запас, это очень сладкий аромат, здесь я тоже чувствую фрукты в основном, а мне не нравится Ispire, который дебют, это прям цветы, причем цветы такие плоские, там тоже заявлена груша была, я из-за этого купила, но я ее вообще не ощущаю, я вот вообще ни единого фрукта там не ощущаю, а здесь действительно есть фрукты, как будто не то абрикос, не то еще что-то, и он мне безумно понравился, стойкость, конечно, тоже часа 4, но и он достаточно дешевый, его рублей за 300 можно купить, дальше кафе Гурме, это тоже идет, по-моему, смородиновый сорбет, или как-то так, в общем, ягодный именно, я еще буду рассказывать про парфюмерию браккарта, я откладываю это видео, потому что у меня там ароматов 30, у каждого мне нужно найти описание, цену, где можно достать ссылки, в общем, это очень много работы, и у меня пока, к сожалению, в августе не хватает на это времени, я засяду в сентябре, и сделаю вам крутое видео про браккарта, не знаю насчет крутости прям, но, по крайней мере, информации постараюсь воткнуть поболее, потому что это те ароматы, которые достойны внимания, у них хорошая база, при этом все они стоят очень и очень доступно и бюджетно, в общем, сладкий, прям такой сладкий-сладкий компот, мне нравится, ссылку, кстати, на продукты, которые можно прям купить, я оставлю, на Soul Elixir, на Black Opium, возможно, прям даже на сайт Ariflame, Love Tap и Web Club я вам найду, Бали, у Avon, конечно, нет ссылок на продукт, поэтому не получится, и, естественно, на браккар тоже я ссылки оставлю, вот, это все ароматы, которым у меня на данный момент тянется рука, но потому что холодно, и я пытаюсь любой ценой просто согреться, те ароматы, которые у меня домашние, они у меня улетают, как вот эта штука, я пользуюсь ею, наверное, ну, дней 10, не более, и то по одному-два пшика, в общем, я думаю, в пустышках скоро увидите, и на этом все, спасибо вам большое за просмотр, напишите, пожалуйста, нужно ли дальше это все снимать, просто по сути я ароматы могу, я вот вам показала сейчас, а завтра проснуться и достать в своей коллекции что-то новенькое, постараюсь, по крайней мере, такие все вещи выкладывать в сторис в инстаграме, там, по-моему, больше девочек сидят, чем здесь на ютубе порой, ну, именно заинтересованных в ароматах и так далее, потому что про ароматы вы мне очень много пишете в директ, спасибо вам большое, потому что я получаю кучу информации и статистики для себя, я стараюсь высказывать не только свое субъективное мнение, но и пересказывать вам какие-то общие отзывы, на мне, например, там, из 10 девочек напишут 8, что это плохой продукт, я вам скажу об этом обязательно, вот, поэтому спасибо за ваш труд, за вашу отзывчивость, еще раз вам спасибо за просмотр, и всем пока-пока!